Добрый день! Сегодня мы посмотрим, как воспользоваться следующим продуктом проекта AdventHashBase баннерной рекламой. Чтобы воспользоваться кредитами, которые мы получили от проекта, нужно переходить в раздел 468 на 60. Но перед тем мы посмотрим, что у нас получилось с текстовыми объявлениями. Переходим в раздел текстовое объявление. Оно уже подтверждено. И вы видите, как оно выглядит. Должно выглядеть вот здесь. И что с ним можно сделать? Можно его заново изменить. Или же можно удалить. Или можно снять какое-то количество кредита. Если использовать знак минус перед этой цифрой, мы видим, сколько кредитов вообще было предназначено для этой рекламы. Сколько из этих кредитов было использовано. И сколько раз переходили по вашей рекламе. То есть вся статистика здесь видна. Теперь переходим к баннерной рекламе. Чтобы поставить баннеры, мы должны сначала вставить URL баннера. Откуда его найти? На примере нашего сайта я вам покажу вот здесь. Переходим. Рекламные материалы. Вот видите наши баннеры. Вот то, что здесь внизу, это уже HTML код. Это для сайтов и для ваших блогов. Чтобы отсюда извлечь ссылку на ваш баннер, можно сделать попроще. Вот так на картинку. Нажимаем правой кнопкой мышки и здесь копируем. Копировать URL картинки. Это самое простое. Но в то же время можно воспользоваться и этим. Вот смотрите, есть имидж скрипт и вот эту ссылку вы только что скопировали до GPG. Копируете и можете им воспользоваться. Но самое простое, особенно для новичков, это правый клик и копировать URL картинки. Теперь мы... Я покажу на примере другого сайта, скажем, на DJI. Здесь нашу реферальную ссылку мы находили вот прямо с Dashboards, к примеру. Хотя в основном он бывает отдельно, в отдельных разделах. Но мы переходим сюда и внизу есть вот наша реферальная ссылка. А тут баннеры. Я перехожу в этот раздел, но не беру этот баннер, потому что у нас именно поэтому и написано, что здесь можно воспользоваться только баннерами с размерами 468 на 60. Если поставить баннеры другого размера, то картинка может искажаться. Поэтому лучше ставить то, что здесь написано. Поэтому я перехожу в раздел 468 пикселей на 60 пикселей. Вот как раз. И здесь беру... Здесь прямо уже написано баннер URL и беру вот эту ссылку. Итак, я нашел ссылку, которую хотел. Возвращаюсь и ставлю вот сюда. URL сайта. Хотите брать реферальную ссылку или хотите, опять же, как я говорил, взять ссылку вашего сайта. Лучше, конечно, вашего сайта. Вот, скажем, вот здесь. И ставлю сюда. Сколько кредитов я хочу добавлять? Скажем, всего лишь тысячу. После чего я нажимаю на добавить. Ваш баннер был добавлен и ждет одобрения администратора. Когда администратор в течение дня активизирует ваш баннер, то вы его можете увидеть вот так. Если что-то с ним не так, то вы можете, опять же, как здесь, или его поменять, или же его удалять. Если будете менять, скажем, обрабатывать, вот так, менять ссылки, то еще раз он должен пройти заново проверку. Здесь вы видите, что он был показан столько-то раз, кликов еще не было. Два раза из тысячи кликов. Здесь ваша статистика. Другой баннер, который мы только что добавили, он еще ждет одобрения администратора, поэтому статистики у него пока что, вот этих кнопок еще не добавились. А вот и все о том, как воспользоваться вторым продуктом нашего проекта. На следующем уроке мы поговорим об оплаченных кликах. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok